Новый детский инфекционный корпус на территории действующей больницы появится в первом полугодии 2023 года. Здание в пять этажей будет вмещать до сотни койко мест. Казалось бы, какие могут быть вопросы? Новое детское медучреждение это всегда хорошо. Однако, мнение медицинского сообщества разделилось. Место выборно противоречивое, не было никаких общественных слушаний по поводу целесообразности такого строительства. Даже врач, главврач СГБ не знал, что вот это. Он приходит на работу, а там ходят мужики и пилят деревья. То есть, я считаю, такие вопросы надо, во-первых, обсуждать с населением, с депутатами, давать этому большую общественную огласку. Может быть, люди бы согласились, да, ну раз такое нужное дело, давайте сделаем все. Но когда делается вот так, все из-под воль. И дело не только в срубленных соснах. По факту получается, что вместо чистейшего воздуха пациенты в ковидной больнице получат стройку у себя под боком. Пыль, запахи, шум. Было бы, была возможность снизить это негативное влияние посредством переноса площадки в более свободное место. Конечно, мы, экологи, выступим за. По мнению экологов, есть реальная опасность нарушения границ, прописанных в порубочном билете. Что зацепит зеленый щит, а это уже скандал федерального уровня. Вопросы есть и у медицинского сообщества. Целесообразность вообще строительства такой клиники, это 16 с лишним тысяч квадратных метров на 100 коек. У нас немножко это в голове не укладывается. По мнению Владимира Малинина, врача с огромным стажем и опытом, в выборном месте нет никакой логики. Детский корпус на территории взрослой больницы – нонсенс. При лечении инфекционных заболеваний неизбежно потребуется консультации разных специалистов. Хирургов, травматологов, психиатров, неврологов. Как это будет работать на территории взрослой больницы – неясно. Друзья, давайте все-таки подумаем. Потому что зеленые насаждения, они восстанавливаются. А жизни детей наших, они не восстанавливаются. Соответственно, если встает вопрос, давайте все-таки будем строить нормальный, правильный, современный медицинский центр. В Леновском Минздраве заверили – деревья жалко всем. Но место выбрали не просто так, а по необходимости. При подборе земельного участка в первую очередь рассматривались территории именно лечебных учреждений. Единственное, соответствующее требованиям САМПИНа, находится на территории ЦГКБ. На данный момент получено разрешение на строительство и порубочный билет. Произведена вырубка деревьев, попадающих в зону строительства. Значит, производится ограждение строительной площадки и завозят дорожные плиты для устройства временной дороги. Формируется строительный городок. Для этого завезено пять бытовых вагончиков. На первый этап – оснастка фундамента и строительство подвальных помещений – выделено более 280 миллионов рублей. Распоряжение подписано лично Мишустином. В целом на проекты зарасходуют свыше 2,5 миллиардов рублей. Львиную долю средств в Ульяновск направит федеральная казна – 800 миллионов рублей. Вложат сам регион. Вместо сосен обещают высадить более 5000 различных деревьев, ель, туя, лиственница и те же сосна по всей территории Заволжья. В том числе и на территории самой больницы.